Сегодня мы открываем ее передачу с новой рубрики. Называется она «Сенсация и гипотеза». Мы будем ее вести впредь с Сергеем Курехиным, известным политическим деятелем и киноактером. Будут у нас разные персонажи участвовать в нашей передаче. Актеры, музыканты, композиторы, депутаты, ученые, маги, волшебники. Ну, в общем, развлекать нас будут все. И цель этой рубрики – это совершенно новый подход к хорошо известным историческим событиям нашей страны и вообще всего мира и хорошо известным фактам. Вот один из таких фактов, который проливает свет на одну из тайн Октябрьской революции, послужил поводом для нашей сегодняшней передачи. Этими фактами располагает Сергей Курехин, известный политический деятель. Я с большим удовольствием об этом все время напоминаю. Который недавно вернулся из Мексики. Я, во-первых, хотел бы сказать в первую очередь, что это не одна из тайн Октябрьской революции, а то, о чем я буду говорить сегодня, это просто основная тайна Октябрьской революции. Потому что не все так просто в революции. И меня всегда что-то в ней удивляло. И какая-то загадка все равно оставалась загадкой. Я последние годы занимался практически только этой темой. То есть я занимался только тайной Октябрьской революции. И мои пути привели меня в Мексику, откуда я недавно вернулся, и привез совершенно фантастические материалы, которые, на мой взгляд, заслуживают публикации и всеобщего обозрения. Дело в том, что, находясь в одном из главных храмов мексиканских, я долго рассматривал фрески и обнаружил, что большинство фресок посвящены какому-то событию в истории Мексики. И которое до боли напомнило мне нашу Октябрьскую революцию. Те же самые изможденные люди, вооруженные примитивными орудиями труда, которые свергают какие-то правительства. Это все очень похоже, понимаете? И вот такое сходство, оно как-то зародило во мне какие-то сомнения. Я представил эту Октябрьскую революцию нашу замечательную, которую я очень люблю и с которой с трепетом отношусь. Это действительно грандиозное событие. Потому что, поскольку это связано с кинематографом, то я представляю себе, что это не зря вдохновляло многих кинематографистов, многие поколения кинематографистов. Не зря они постоянно обращались к теме революции, потому что это грандиозное зрелище, фантастическое. Не зря столько книг писалось. Это великое событие. И вот эти фрески, они просто идентичны были тому, что грезилось мне в снах и вообще то, о чем я думал, когда вот эти вот изможденные непосильным трудом люди, доведенные до отчаяния, вооруженные палками, примитивными орудиями труда, бросились и захватили Зимний дворец. И тогда у меня возникла впервые мысль о том, что это зрелище, такое грандиозное, его так просто сделать было невозможно. Понимаете, его нужно было предварительно увидеть до этого. То есть человек, какой-то гениальный ум, я даже сказал бы сверхгениальный ум, он видел перед собой эти картины, и потом он старался их материализовать. Значит, будучи студентом Института культуры в свое время, я очень увлекался работами американского и мексиканского философа, писателя, тоже пока еще малоизвестного у нас, Карлоса Кастанеды. О пути познания индейцев Наваха. Это особый путь познания. Это индейцы, которые принимали определенные вещи. В данном случае это определенный кактус и определенный вид грибов. И они становились на определенный путь, путь жизни и путь познания. А вот это зелье совпало? Одну минутку. Сейчас я вам расскажу о том, что такое, собственно, это зелье. Это мексиканский кактус. Его латинское название лофофора Вильямси. Он содержит в себе некоторые галлюцигенные препараты, которые вызывают сильнейшие галлюцинации, и благодаря которым человек может увидеть совершенно невероятные картины, очень рельефно и красочно. Это картины, как правило, очень массовые и очень глобальные, и очень зрелищные. Совершенно верно. Там есть несколько видов кактуса. Наиболее близкий лофофора Вильямси – это турбинекарпус. Это вид, тоже имеющий наркотические свойства, опьяняющие свойства. Но возникала некоторая странность в том, что лофофора и турбинекарпус – вещи, которые не обладали цифалием. Цифалием могли обладать только мелокактусы, определенный вид мелокактусов и некоторые виды дискокактусов. Потом, значит, я сейчас поясню, чтобы вам было более понятно. Вот, обратите внимание, вот фотография Ленина в его рабочем кабинете. Посмотрите сюда. Видите, никто из исследователей не обращал внимания на тот странный предмет, который находится у него рядом с чернильницей. Вот он. Видите, сверху у него такая верхушечная. Он напоминает нам маленькую летающую тарелку. Ну, грубо говоря, в общем, да. Но поразительный тот факт, что Ленин, человек, которому посвящены миллионы монографий, исследованы каждый день жизни его, творчества. И все ученые, исследователи обошли внимание этот очень странный предмет. Он почти на всех фотографиях, где Ленин в рабочем кабинете. Посмотрите, рядом с чернильницей. Вот он же. Какой же, да. Да. Значит, я хочу вам сказать, что это такое. Это напоминает, точнее, сначала мне показалось, что это напоминает мелокактусы, о которых я говорил, с цифалием наверху. Образование цифалия у мелокактусов пока что еще загадочная вещь. Непонятны его функции. Это когда вдруг ни с того ни с сего у кактуса сверху начинает вырастать войлочная шапка, которая постепонечку его закрывает. Так вот, у лофофоры билимса, о которой мы говорили, у нее нету этой войлочной шапки. Но турбинекарпус, это промежуточный этап между лофофорой и мелокактусом, уже обладает зачатками появления цифалия. Понимаете, да? И вот этот вот кактус, о котором... Сейчас, секундочку, извините. Будьте добры, попозже. Сейчас очень мало времени, извините. Что, значит, то, что находится у Ленина на письменном столе, очень здорово напоминает турбинекарпус в том виде, в котором он является собой наркотическим свойством. Дальше. То есть, возникает мысль, что Ленин не зря держал у себя на столе... Да, то есть, это что-то... Наркотические свойства. Нет, не наркотические свойства. Это какая-то модель чего-то, о чем мы еще пока не знаем. И о чем я расскажу чуть дальше. Дальше. Я, читая огромную переписку Владимира Ильича, гигантскую совершенно, с разными людьми, однажды я наткнулся на фразу из письма Ленина Плеханову. Фраза звучит так. «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Понимаете, в чем тут дело? Дело в том, что у Кастанеды, помимо кактуса, еще функционируют постоянные грибы. Грибы, специальные грибы, которые обладают теми же самыми свойствами, которыми обладает Лафафора Вильямси. То есть, чисто галлюциогенными свойствами, которые способны вызвать у человека реакцию, о которой я вам говорил. То есть, перед его взором начинают проноситься гигантские сцены, сцены величия, сцены революции, сцены всего. Понимаете? И у меня тогда уже зародилось подозрение, что Ленин уже видел до этого Октябрьскую революцию. У нас в средней полосе существуют определенные растения, которые являются эквивалентами мексиканской Лафафоры Вильямсе и мексиканским грибам. Это хорошо всем известные мухоморы. Значит, я хочу вам рассказать, вообще грибы одна из самых загадочных вещей, и не зря вся мифология, она всегда изобиливает огромным количеством упоминаний, ссылок на грибы, их символическое значение, и разные трактовки, что такое грибы. Ведь в мифологии до сих пор еще, в то время, особенно сейчас, Ну, гриб, что таинственное, это и не растение, да, и не животное. До сих пор споры о том, чем является гриб, является ли он растением и является ли он животным. Понимаете? Потому что существовали разные трактовки. Например, мы смотрим трактовку Тафарова, которая опубликована в «Мифах народов мира» в первом томе, где он, ссылаясь на кетский миф, говорит о том, что грибы – это захеревшие в лесу фалосы. Я не могу согласиться с такой трактовкой, это, по-моему, совершенно из другой области. Но в том, что грибы – это загадочная вещь, это несомненно. Сейчас, находясь в Массачусетском институте технологии, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, который занимается исследованием в области новейшей технологии. Мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб даёт те же самые акустические свойства, что и даёт радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб даёт те же свойства, что даёт неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если что, в понятном языке, гриб – это радиоволна. Это не захеревший в лесу фалос, это не растение, это не животное, это радиоволна. Понимаете, да? Дальше. Гриб – это материализовавшаяся радиоволна. И я, занявшись этим, я изучал в своё время труды Фёдорова, Николая Фёдоровича Фёдорова, и замечательную его книгу «Философия общего дела», где постоянно о грибах пишется, что они обладают какой-то непонятной нематериальностью. И потом, прослеживая линию, это можно в работах Циолковского, и, в частности, даже Попов обратил внимание, что грибы обладают определенными радиосвойствами. У Попова это постоянно прослеживается эта мысль, но она просто не развита, и все исследователи не обращали на это внимания. Не зря вот до сих пор говорят, что грибы наиболее притягивают к себе радиоактивность. Вот почему они рекомендуют собирать грибы. Потому что грибы всегда говорят радиоактивные, не надо их собирать. Это единое свойство. Дальше. Я говорил о мухоморах. Мухоморы как аналог того самого мексиканского гриба и той самой лафафоры Вильямси. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухоморы. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухоморы гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну. И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровершимое доказательство, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Дальше. Сейчас я вам покажу вещь, которая меня сначала просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам подемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это броневик. Хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание. Это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание. Практически все построено по... Очень похожему. ...принципу. Даже дверь есть. Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете? Совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нету верхушки. Верхушка это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик это грибница, то мухомор это Ленин. Дальше. Другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич. Ленин. Понимаете? Потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним? От реки Лена, кажется. Что? От реки Лена. От реки Лена. Ну, это очень много. Ленские события, все что угодно. Я могу совершенно точно сказать. Если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел. А точнее Нинель. Понимаете? Нет. Дело в том, что я думал, вы знаете, что просто Нинель это знаменитое французское блюдо, приготовленное из грибу. Из грибов, приготовленных особым способом. Это Нинель. Понимаете? Дальше, смотрите. Вспомните замечательную фразу, которую Ленин говорил, слушая Пассианату. Божественная нечеловеческая музыка. Само по себе это уже говорит о каком-то особом восприятии музыки. Божественная нечеловеческая музыка. И если еще попринять во внимание, что ее написал Бетховен, а Бетховен, как вам известно, переводится как грибной дух, бет, грибной ховен дух, то тогда тоже возникает определенная связь. Понимаете, все укладывается. Дальше. Я хочу вам предложить знаменитый рассказ Хармса, который тоже, в общем-то, взят не с потолка. Вот, пожалуйста. Короткий рассказ, который тоже практически подтверждает то, что я вам говорил. Ленин в детстве очень любил грибы. Бывало, наберет полную корзину, почистит, отварит, ест, да столько съедал, что и Пушкин не смог столько съесть. Но больше всего Ленин любил мухоморы, большие, красные. Как увидит, так сразу блеск в глазах, весь сам не свой. Вот, пожалуйста, рассказ Хармса. Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. Я редко волнуюсь, но это вещь, которую я посвятил несколько лет, и изложить так, чтобы все поняли, что это не бесполезная работа. Вот, вернемся к нашему Аксакову. Дневник грибника. Когда заходишь в сосновый бор, лучше всего собирать грибы, не торопясь. Обдумчиво сделать один шаг вперед, осмотреться и сделать два шага назад. Вам это ничего не напоминает? Напоминает. Что? Шаг вперед, два шага назад. Это знаменитая работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Переворачиваем всего на всего один лист. Пожалуйста, смотрите. Лучше маленький гриб, но хороший. Лучше меньше, да лучше. Как вам такая фраза? То есть Ленин хорошо... Эта книга, точно такая же книга, находится в библиотеке Ленина. Как и множество книг, которые... которые как-то связаны с грибами. То есть какие-то исследования. Ленин очень интересовался этим вопросом. И если внимательно посмотреть библиотеку, мы найдем там массу замечательных книг. Дальше. Возьмем... Сейчас уберу Аксакова одну минутку. Возьмем такую фотографию. Посмотрите. Вот Ленин с группой товарищей. Смотрите внимательно. Вы кое-кого здесь узнаете, но кое-кого вы не знаете. Обратите внимание, что если мы построим определенный... Сейчас, одну секундочку. Будьте добры, через полчаса, пожалуйста. Обратите внимание, что если мы построим структуру... Возьмем Ильич как за верхушку. И построим пять точек. Это верхняя точка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Пять точек. И если мы соединяем их... Веденная целая... То что у нас получается? У нас получается звезда. Давида. Вытянутая... Нет, не звезда Давида. Пятиконечная звезда. Вытянутая с одним вытянутым звеном. Точно такая же, как находится практически на всех мексиканских храмах. А знаете ли вы о том, что Коран разрешает есть евреям грибы только в один день неделю. В субботу. До шести вечера. Ну, это я не знаю таких тонкостей, но именно в субботу Коран разрешает евреям есть грибы. Грибы, понимаете, в субботу. Дальше. Обратимся теперь опять же к документальным свидетельствам. Вот я сделал выписку из письма Клары Цеткин Розе Люксембург. Вчера был Володя. Очень торопился. Просил что-нибудь быстро перекусить. Особенно хотел грибов. Как вам это нравится? Дальше. Обращали ли вы внимание на тот факт, что Ленин проводил время, периода конца августа, сентябрь месяц, начало октября, почти всего всегда в Финляндии, в Шушенском, в Разливе. Опять же в тех же так называемых горках. Почему в так называемых, я скажу чуть позже. И плюс ко всему, я хочу обратить внимание, что тема горечи постоянно присутствует и в работах Ленина, и даже в названиях. Горький, горький, это вещи, которые темологически связаны. Горький и горький. Понимаете, тоже никто из детователей не обращал внимания. А все специалисты говорят, что вкус мискалина, вкус лофофоры, вкус грибов, он невероятно горький. Потрясающе горький. И чтобы не вызывало рвотных ощущений, его очень долго выманчивают. То есть это совершенно прямая связь. Дальше я сейчас попрошу дать фрагменты фильмов, документальных кадров из кинофильма «Живой Ленин». И вы сейчас убедитесь просто уже на документальном материале, что некоторые вещи просто взаимосвязаны. Посмотрите на секундочку вот сюда. Видите, какой-то Ленин постоянно с разными людьми. Посмотрите внимательно. Вот справа стоит мальчик какой-то. Мы еще к нему вернемся. А вот он снова. Да, вот он снова, видите. У Ленина все время какой-то мальчик рядом. Так, вот видите, мы перешли на другую часть фильма. Опять тот же самый мальчик. Видите, вот он, вот прошел. Немножко уже по-другому срежу, но тот же мальчик. Вот еще кадры, опять больше. Я даже не обращал на это никогда внимания. Подождите, вот еще кадры, видите, тот же самый мальчик. Так, то есть, спасибо большое. Остановите, пожалуйста. Видите, дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик. Саша находился при Ленине неотручно. Потому что это был единственный человек, который знал каждую тропку. Он знал все грибные места и водил Ленина по этим грибным местам. Как вы могли убедиться из фильма. Это никакие недомыслы. Дальше. Я проследил судьбу этого Сашки. И Сашка прожил довольно интересную, длинную жизнь. В конце жизни он оказался неким иным, как Александром Николаевичем Бугаевым, братом знаменитого писателя Андрея Белого, который тоже Бугаев. Понимаете, дальше. Я слышал, что его внук снимался в фильме «Асса». Да, это небезызвестный Сергей Бугаев. Это внук Александра Николаевича Бугаева, брата Андрея Белого. И у него сейчас находится часть архивов его дедушки, в которых как раз есть некоторые воспоминания, связанные с тем, как он водил Ильича по грибным местам. И если вы как-нибудь с ним встретитесь, он вам с удовольствием предоставит. Я думаю, что это произойдет через минуту просто. То есть вы его вызвали уже? Ну, просто мы смонтируем то, что говорит он, с тем, что только что говорил ты. А, замечательно, да. Дальнейшее развитие темы грибов получила в нашем колесе в мастерской Сергея Бугаева. Он правнук того ходока или грибника, но Сергей сам сейчас расскажет, который приносил грибы Ленину. Сергей Бугаев, он же Африка, вы его знаете по фильму «Асса», который поставил Сергей Соловьев. И Владимир Куликов, который директор Международной ассоциации «Грибы в защиту мира». Вот как мы начнем нашу дискуссию относительно грибов? Наверное, с того, что вы недавно привезли свои экспедиции. Вот я вижу этот замечательный экспонат. Это уникальный аномальный объект, обнаружен нами в период экспедиционной нашей работы с большим подготовительным периодом. Вот перед вами, на первый взгляд, обычная для нас всех в быту, крошечная маленькая гриба. Хотя на самом деле это огромное, сферическое, энергоемкое, космогеническое вещество, развернутое своим куполом в открытое астральное пространство. Но где оно произрастает, это вещество? Ну, это сложнейший вопрос. Дело в том, что оно не произрастает нигде. Это некая материя выбирает в себя субстанции, выбирает в себя неких теплотворных, может выбрать как конкретный объект человека и притянуть его к себе. Не грибы. Грибы ищут людей, а не люди ищут. Вещь становится вещью только после того, как оно получает истинное свое название, а не псевдонаучное или какое-то бытовое. Так вот, суть дела заключается в том, что произрастают эти субстанции, эти объекты, так будем осторожно их называть, в прорывах, которые получаются, в разрыве мантии, которые образуются благодаря передаче сильнейших космических импульсов, жесткого космического излучения, которое возникает в результате когерентных колебаний пульсаров. Затем, расскажите, пожалуйста, вот человеческие экскременты являются ли таким прорывом мантии? Это, по сути дела, я даже здесь боюсь развить эту мысль, потому что это колоссальный заряд информации на биогенном уровне. Вот несет ли этот гриб, который произрос явно на экскрементах, запас этой информации? Объем информации, которую он содержит, невозможно себе представить на бытовом уровне. Это порядки, которые исчисляются, ну, я могу в качестве примера привести расстояние между галактиками в несколько десятков миллионов световых лет. Уровень информации не сопоставим совершенно. Я знаю, что вы привезли, простите. Более того, я могу сказать, что запас информации этот не только сиюминутный, но он генерирован таким образом, что может быть экстраполирован как в будущее, так и в прошлое. И колоссальная информация, которая находится на биогенном уровне, может, благодаря введению в данный конкретный тип, генотип гриба, быть экстраполирована, трансформирована и передана в далекое запредельное будущее, в том числе и в немасштабах нашей цивилизации. Дело в том, что случайным образом мне дед оставил свой дневник, и этот дневник я, естественно, сам в нем разобраться не мог, потому что я был молод еще в то время. Я хочу напомнить телезрителям, которые могли сейчас отвлечься, пойти ставить чайник, предположим, или мало ли что еще, что Сергей Бугаев, он правнук того Бугаева, который приносил Ленину грибы. И был тем самым ходоком, который знал, какие грибы любил Владимир Ильич. Ну, это, в общем-то, из области скорее легенды, этого я точно всего не знаю, хотя дед мне кое-что рассказывал об их личных встречах, так сказать, с лидерами мировой революции. Но самое интересное, это то, что он мне передал вот последние дни своей жизни, уже находясь в больнице, отсидев почти что 30 лет в лагерях, он работал в сотрудничестве с нашими замечательными учеными, в частности, с Чижевским. И они разрабатывали вот непосредственно то, о чем сейчас говорил Владимир Семенович. И именно на этой почве мы и познакомились. На почве того, что я сам по себе не мог дешифровать вот эти вот бумаги, и для того, чтобы мне понять, разобраться, что здесь происходит, мне пришлось встретиться с Владимиром Семеновичем и выяснить. И когда мы начали разбираться, то нам понадобилась еще помощь некоторых более крупных специалистов. В частности, нам пришлось выйти на ученых из астрофизической обсерватории в Крыму, потому что мы знали, что там есть люди, которые непосредственно занимаются зависимостью тех биологических циклов, которые происходят у нас на планете, и их связь с теми или иными корреляцией, так называемые, с теми или иными типами космических энергий. Вот. И вот как раз в результате нашей встречи с рядом интересных специалистов мы установили, что, в частности, вот такая интересная идея о том, что осцилляции компактных внегалактических периодов имеют объем 160 минут. Вот. И, собственно говоря, в чем заключалось открытие моего деда в том, что он указал на то, что еще до того, как были обнаружены галактические осцилляции в 160 минут, что период созревания грибницы тоже заключает в себе 160 минут. То есть, таким образом, вот эта линия и является в данном случае замкнутой. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что грибница сама по себе имеет структуру, грубо говоря, вот этот вот разрез любой галактики, более-менее примитивный разрез грибницы, она разрастается, как известно, кольцами. То есть, если грибница появляется как точка условная, то разрастаться уже она начинает некими кольцами. То есть, если сейчас проследить эволюцию грибов, можно действительно предположить, что вся наша планета, она окутана гигантскими кольцами этими грибными. И грибы эти, как мы знаем, они существуют не только на поверхности Земли, но и под землей. Что вот сейчас выяснилось в городе Ташкенте во время строительства метро, метрополитена, которые были вынуждены, насколько нам известно, перекрыть, из-за того, что там существует некая биологическая прослойка уже на более низком уровне, с присутствием каких-то грибков, которые еще более сильно поражают организм, чем, скажем, спид. Пока непонятно мне одно. Вот превращение человека в гриб связано, видимо, с переходом из какого-то количества в качество новое. То есть, видимо, потребление этих грибов приводит к новому качеству. Да, несмотря на то, что количество этих грибов накопилось. Вы исходите из того... Простите, я еще не закончил. Вот в этом новом качестве остается ли потребность в количестве, то есть в самих грибах? Дело в том, что вы исходите из той предпосылки, что гриб все-таки для вас не является чем-то особенным. Я говорил в самом начале нашей беседы, что гриб сам по себе – это личность. А внутри одной личности другая личность может либо вытеснять ее, либо погибать. И гриб – наиболее сильная личность, чем человек. Ты не ответил на мой вопрос. Снимаем? Начни тогда сам. Сережа, либо мы работаем, либо... В конце концов, должен же быть какой-то профессиональный навык. Какой смех может быть? Хорошо. Не засыпать. Ты хохочешь, ты засыпаешь. Это же непонятно, как ты хочешь от неадекватных реакций. Сейчас начнется самое главное. Ты еще не писали, что сейчас начнется. Я хотел задать вопрос. Да. Пишем, да? Да. Да, я весь снимание. Тихо-тихо-тихо, нормально. Я весь снимание. Это тоже войдет все. Давай. Хорошо. Вот грибы. Тихо-тихо-тихо. Вот грибы все-таки переходят в новое качество. Да, несомненно. Становятся людьми. Да. А люди становятся грибами. Да, все верно. Но, став... Принцип богочеловечного. Став грибами, да. Сохраняют ли они это вожделение к грибам же? Конечно, конечно. Как же? Конечно, сохраняют вожделение к грибам. Вот, например, ты обращал когда-нибудь внимание на герб Советского Союза? Дальше. Серп и молот. Совершенно однозначная вещь. Серп – это гриб. А молот – это приспособление. Наоборот. Молот – это гриб. Я помогу выйти вам из этого зажиганительного положения, в котором вы оказались. Я не мог заказаться в путанице с серпа с молотом. Дело в том, что я видел эскизы этого памятника. Мухиной. Мухиной, да. Какого памятника? Какого? Я имею в виду рабочего векомпорта. Подожди, вы сейчас. Не могу. Нет, смотри. Подожди, вы сейчас. Так вот. Я помню точно совершенно, что рабочий держал в руке гриб. Да, это все правильно. Сейчас можно остановить на секундочку. Сейчас пройдет. Сережа, надо сосредоточиться. Владик, не смейся. Вы все смеетесь вокруг. Невозможно сохранять какую-то... Да. А вы видели ранние эскизы Мухиной, которые еще когда не было, когда они еще не держали серпа? Я слышал, что там много загадочного. Нет, там не много загадочного. Там совершенно конкретно. В самых ранних эскизах памятника просто рабочие колхозницы держат гриб. И все. И рабочие колхозницы? Нет, они держат и один гриб. Я слышал, что кто-то из них держит гриб, а кто-то держит в руке нож. Да, потом в дальнейшей трансформации все это гриб превратился, естественно, в молот. А нож в серп. И символика тоже совершенно однозначная. Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. И люблю есть. Люблю есть. А пока вы можете вступить в дискуссию с нами, потому что факты неопровержимы. Но вдруг у кого-то другие факты. Их, конечно, надо принять во внимание. Вот, Васильевич, все, что касается грибов, это вот сейчас одна из, по-моему, жизненно важных тем. Я бы с большими интересами, радостью услышал какую-то критику в свой адрес, потому что, конечно же, гипотезы, гипотезы, но я хочу найти достойных оппонентов на моей теории. Я буду ждать каких-то откликов на что? На феномен. На феномен. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В нашей передаче в этот раз выступал политик, общественный деятель и киноактер Сергей Курехин. В следующей передаче он будет тоже выступать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!